первая ошибка во время общения это грубейшая ошибка но она сожалению есть эта ошибка когда вы постоянно говорите и вы говорите большую часть времени есть определенный типаж людей я с такими тоже встречался они считают так я не люблю неловкую паузу цитирую как они говорят я не люблю неловкую паузу поэтому чтобы заполнить эту неловкую паузу я буду говорить о себе лучше говорить хоть что-нибудь о себе чем молчать вот есть такая вот установка и соответственно когда они заполняют неловкую паузу они говорят о себе естественными они говорят все что им приходит в голову они не задумываются о том что интересно это или неинтересно они не задумываются хочет человек говорить о другом постоянно они просто продолжают заполнять эту паузу соответственно какой-то момент они к этому привыкают что они говорят только себе и когда в следующий раз они встречаются они начинают опять говорить только себе они не могут сфокусироваться на другом они постоянно сфокусированы себе то есть одна из установок ошибочных это то что лучше заполнить паузу говорить хоть о чем-нибудь естественно о чем-нибудь только себе вторая это все относится к ошибке именно постоянно говорения а вторая установка или вторая мысль и может быть состояние то что человек очень высокомерен у него чувство собственной важности он считает что мир крутится только вокруг него он считает что он только прав он считает что только интересное происходит вокруг него и только с ним соответственно Он может говорить только о себе, он выговаривается И когда человек другой начинает говорить о себе, тот его перебивает и начинает опять говорить о себе Это скорее всего большая вероятность, что вот у него мир, который крутится вокруг него Только самое мощное, классное, интересное, ну либо слишком плохое происходит только у него Чувство собственной важности называется Это причина вторая Третья причина, ну она относится и к чувству собственной важности Ну и просто бывает сама в себе, человек хочет выговориться Он выговаривается, у него это все накипело, он хочет это выговориться И, соответственно, он постоянно говорит, только он говорит Как только вот он все выговорился, ему не надо больше слушать Он не хочет слушать другого человека, он уходит В следующий раз он встречается, опять же, для чего? Правильно, чтобы выговориться У него нет задачи коннект настраивать У него нет задачи, вот эмоции он свои испытывает Но у него нет задачи вызывать у другого человека эмоции Есть такие тоже люди И в чем ошибка, да? Или в чем вот эта грубейшая ошибка? Или в чем какие последствия могут происходить, если человек постоянно говорит о себе? Последствия первые Друзей у такого человека очень мало. Даже те друзья, которые есть, они не хотят слишком часто встречаться с таким человеком. И, ну, тут зависит, опять же, от трех вот этих позиций. Если первая, например, причина в том, что он просто хочет заполнить паузу, то это можно решить просто проговорив, сказать, не беспокойся, ты можешь просто помолчать, или ты не беспокойся, можешь просто послушать, что я говорю, я. Это можно исправить. Но, к сожалению, второе, где чувство собственной важности ЧСВ, да, вот эта гордыня. И третье, что просто выговориться, к сожалению, это не исправить. Поэтому у таких людей, такие люди постоянно ищут жертв. Им не нужно что-то слышать от человека, они не хотят. Они хотят говорить только о себе, и они ищут жертв. И у них, как, они как выиграют, почему у них нет близких друзей? Они берут очень много людей разных, и вот им выговорят, насколько это возможно. Пока тот, пока тому хватило, он переходит на следующего. Он понимает, что этот уже все не вывезет, он переходит на следующего. Потом еще на следующий, еще на следующий. У них может быть много контактов, но у них нет близких нормальных друзей. И, к сожалению, ну, если у него есть близкие нормальные люди, друзья, которые действительно его слушают, которые тянутся к нему и так далее, это очень большой вопрос. Значит, они получают что-то другое. Значит, не во время общения они получают что-то, может быть, какие-то другие ништяки. Я не знаю, может быть, он их угощает в кафе. Может быть, у него какие-то связи. То есть, эти люди не будут реально, если человек не испытывает. Просто запомните раз и не навсегда. Если во время общения человек не испытывает эмоции, никакие эмоции не испытывает, он не будет с вами встречаться. Следовательно, тогда вы можете просто задаться вопросом. Допустим, если я встречаюсь с человеком, с девушкой, с парнем, неважно, с кем угодно, и он больше не идет со мной на контакт. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у него нет эмоций. В смысле, он не хочет выстреливать какие-то эмоции, он не вызывается никакие эмоции во время вашего общения.